МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услуги эвакуаторов в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. На территории Ставропольского района произошло массовое ДТП. Между Васильевкой и Рассветом владелец грузовой «Газели» потерял управление над своим автотранспортом и протаранил два припаркованных автомобиля. По предварительной информации, мужчина уснул за рулем. В аварии обошлось без пострадавших, а вот все машины получили серьезные механические повреждения. Для оформления происшествия на место был отправлен экипаж ДПС. Остановись и убедись, что тебя пропускают. Буквально несколько дней назад на пешеходном переходе на улице Баныкина парень на приоре сбил женщину 54-го года рождения. Впоследствии она скончалась в больнице. Это происшествие еще раз доказало, что даже переходя дорогу по пешеходному переходу можно угодить под колеса автомобиля. В этот злополучный день все машины остановились, чтобы пропустить пешеходов, но молодой парень на приоре этого делать не стал. На большой скорости он выехал на полосу встречного движения, где избил пожилую женщину. До прибытия врачей пенсионерка еще была жива, но находилась в тяжелом состоянии. Ее доставили в больницу, но спустя некоторое время, не приходя в сознание, она скончалась. С начала года на дорогах Тольятти зарегистрировано 521 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 17 человек скончались, 644 человека получили ранения различной степени тяжести. Причем каждое пятое дорожно-транспортное происшествие – это наезд на пешеходов. Спустя несколько дней на этом пешеходном переходе прошло рейдовое мероприятие. Сотрудники ГАИ проконтролировали обстановку на данном участке дороги, а именно как водители пропускают пешеходов. Некоторые автовладельцы забывают, что приближаясь к пешеходному переходу, они обязаны снизить скорость и остановиться, чтобы пропустить людей. В связи с ростом наездов на пешеходов, данная проблема взята на контроль дорожными полицейскими. В 19-м квартале неизвестная девушка украла велосипед. ЧП произошло у подъезда дома номер 22 по бульвару Татищева. На кадрах видно, как гражданка в маске подходит к подъезду, берет велосипед и уезжает на нем в неизвестном направлении. Со слов пользователей соцсетей, владелец транспортного средства уже обратился в полицию. За данное преступление девушке грозит уголовная ответственность. Стали известны рабочие дни РЭО ГИБДД в первую неделю ноября. В связи с указом президента Российской Федерации с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно установлены нерабочие дни. И тем не менее 1, 2, 3 и 6 ноября прием граждан по вопросам регистрационной и экзаменационной деятельности будет осуществляться в режиме полного рабочего дня. А начиная с 8 ноября прием граждан с сотрудниками РЭО ГИБДД будет осуществляться в соответствии с повседневным графиком работы. В ночь 26 на 27 октября в Центральном районе на улице Льва Толстого загорелись две иномарки. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу около двух часов ночи. Сообщалось, что на парковке у дома номер 8 по улице Льва Толстого горят два автомобиля. К моменту прибытия подразделений обе иномарки выгорели полностью. К месту была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции было осмотрено место происшествия, сняты записи с камер наружного наблюдения и опрошены владельцы транспортных средств. На первый взгляд все указывало на преднамеренный поджог. После того, как правоохранители отсмотрели записи с камер, версия поджога подтвердилась. Незадолго до происшествия предполагаемый преступник был на месте ЧП. Он осматривал машину и через некоторое время вернулся и совершил задуманное. Он поджег автомобиль Тойота. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на припаркованный рядом Хёнде. В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело. Ведется розыск преступника. Если вы располагаете какой-либо информацией о человеке, который совершил поджог, или у вас имеется запись с видеорегистратора, просьба сообщить об этом по телефону, который вы видите на своих экранах. Вознаграждение гарантируется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова